По состоянию на 2 ноября 2020 года в Одесской области зарегистрировано 25 289 случаев коронавирусной болезни, подтвержденной методом ПЦР. Ситуация по Одессе. В городе зарегистрировано 10 353 случаев коронавирусной болезни, из которых 210 пациентов находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице. 87 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации без ЭВЛ, 3 пациента на СЕПАП, 120 пациентов в состоянии средней тяжести. Всего у выздоровевших от коронавирусной болезни зарегистрировано 6566 человек, процент выздоровления в городе на сегодня составляет 63,4%, по Украине – 40,1%. По состоянию на 2 ноября в городских лечебных учреждениях на стационарном лечении находится 490% выздоровления. У нас 63,4%, по Украине – 40,1%. А что у нас так скакнуло? У нас примерно с Украиной был одинаковый процент, а сейчас повысилось до 60%. Мы разработали программу, по которой мы снимаем всех пациентов выздоровевших с учета. Это сложно, потому что они также находятся на учете и в лабораторном центре, и они не успевают всех снимать. Там у них всего 5 человек работает, и огромный поток по всей области. Мы разработали программу, внедрили ее в наши первичные центры, и по этой программе работаем, каждый день снимаем пациентов выздоровевших с учета. Мы наладили эту работу. Спасибо. Продолжать. 3276 пациентов с COVID из числа жителей города проходят лечение на дому, находятся на самоизоляции, проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Всего летальных случаев за период эпидемии по области 381, летальных случаев по учреждениям города – 169. За текущую неделю минимальный показатель заболеваемости по Одессе составил 62 человека. Это 26 октября, максимальный – 257, 27 октября. В то же время госпитализация в инфекционную больницу. Максимальное число пациентов – 185, 1 ноября и 159, 27 октября. Сводка по различным методикам диагностики на COVID-19 следующая. ИФА-тестов сделано 39 359, из них иммуноглобулины М – 24 410, положительных результатов – 1091, иммуноглобулины G – 14 943, положительных – 1384. ПЦР-тестов сделано 23 844. По состоянию на 2 ноября развернуто коек. В инфекционной больнице 360 плюс 30 коек набираем персонал, в том числе 12 реанимационных. В городской больнице номер 5 – 100 коек и 9 реанимационных. В первой больнице 24 плюс 6 реанимационных, в десятой больнице 70 плюс 10 реанимационных. Всего по взрослой службе развернуто 609 коек с учетом разворачивания 30 коек в инфекционной больнице. В родильном доме 50 коек и 4 реанимационных. В детской городской больнице номер 3 – 71 койка плюс 4 реанимационных. Департаментом здравоохранения продолжается работа по контролю свободного коечного фонда для госпитализации пациентов с COVID и подозрением на COVID. За прошедшую неделю минимальное количество было зафиксировано 26 октября. Александр, я прошу прощения. Верните слайд до этого, который был. Слайд верните назад, пожалуйста. У нас всего пед-COVID уже развернуто 708 лижек. Да, это с учетом детских и родовосполагательных. Что касается 30% нормы, которую установило Министерство здравоохранения. Нам не хватает 110 коек, но мы сейчас готовим к разворачиванию 5 ГКБ. Об этом я скажу далее. Спасибо. Департамент здравоохранения продолжается работа по контролю свободного коечного фонда для госпитализации пациентов с COVID и подозрением на COVID. За прошедшую неделю минимальное количество было зафиксировано 26 октября 58 свободных коек и максимальное 29 октября 103 свободные койки. В родильный дом номер 2 размещает беременных женщин с подозрением на COVID и COVID. Подверженный диагноз у 15 пациенток. 5 жительниц города, 10 жительниц области Одесской. Измаильский район двое, Подольский один, Авидеополь один, Балтский один, Раздельнянский один, Черноморск один, Лиманский один, Беляевка один. Плюс 2 пациентки с подозрением на пневмонию. В третьей детской больнице размещено 26 детей с COVID. Продолжают работу 5 городских мобильных бригад Центра неотложной помощи для проведения тестирования на дому быстрыми тестами и для забора биоматериала проведения ПЦР-диагностики пациентам, находящихся на амбулаторном лечении самоизоляции. Всего бригадами за весь период проведено 9827 тестирований на COVID. За последнюю неделю 493. И мы сейчас рассматриваем вопрос об организации 6-й бригады, потому что очень большой объем работы. По состоянию на 2-11 с начала карантина под наблюдением семейных врачей Центре первичной медико-санитарной помощи переданы 9673 человека, из которых закончили наблюдение 6087 человек. За последнюю неделю 771 человек. Лица, обследование которых не предусмотрено приказом Министерства здравоохранения, обследуются методом ПЦР в частной лаборатории по договоренности с мэрией. За пришедшую неделю обследовано 40 сотрудников Департамента предоставления административных услуг и 20 сотрудников Департамента образования. Всего обследовано 110 человек. Согласно распоряжению руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной болезни, пропериферирование учреждений здравоохранения, определенных под госпитализацию пациентов с COVID-19, Департаментом здравоохранения, проанализированы ресурсы городских учреждений здравоохранения и определена 5-я ГКБ для разворачивания коек. В настоящее время ведутся работы по разворачиванию 150 коек под COVID-19, ведется проектирование и подготовительные работы по обеспечению централизованным кислородообеспечением 35 койко-мест, а также организация по точности и разграничения зон. Также предусмотрено приобретение 50 кислородных концентраторов. Государством выделено 21 миллион гривен для кислородообеспечения больниц Одесской области и города Одессы. Департаментом здравоохранения направлено письмо в областную государственную администрацию о выделении ассигнований государственной субвенции для городских учреждений здравоохранения, в том числе для обеспечения всех мероприятий разворачивания коек под COVID-19 в городской больнице номер 5, учитывая потребность выполнения работ и приобретения оборудования для кислородообеспечения, необходимая сумма 7 миллионов 615 тысяч гривен для шести городских больниц. Кроме того, эти учреждения в целях обеспечения кислородом до 80% койко-мест необходимо закупить 240 кислородных концентраторов. Для этого необходимо 33,6 миллиона гривен. Для разворачивания дополнительных коек под COVID-19, ГКБ-5, Троицкая-37 необходимо приобретение медицинского оборудования на общую сумму 7,4 миллиона гривен. Одесская область планирует развернуть дополнительно 350 коек на Ядово. Это госпиталь туберкулезный. Для этого им нужно от 40 до 50 миллионов гривен. Ну и потом проведение работ. Это тоже займет какое-то время. Поэтому они планируют в больнице водников, у них сейчас развернуто 160 коек, развернуть еще до 200 коек. Это все, что область планирует в настоящий момент. В качестве негативного прогноза, который может быть, рассматриваются различные варианты, в том числе мы обсуждали это. Для расширения коечного фонда можно рассмотреть открытие 150 койками здания бывшего детского отделения, расположенного на территории 5-й ГКБ по улице Лидерсовский бульвар, после проведения ремонтных работ. А также возможно рассмотреть открытие в санатории Виктория, тоже разворачивание мест под COVID-19 после организации лечебных помещений, установки системы централизованного кислородообеспечения на основе кислородного генератора 180 кубометров в час. По состоянию на 2 ноября медицинские работники, переболевшие COVID-19, подали заявление на получение материальной помощи. 252 медицинских работников, в том числе работники учреждений здравоохранения области. Получили материальную помощь 119 человек, в том числе сотрудники учреждений здравоохранения области. По состоянию на 30-е и 10-е в отрасли здравоохранения проведены расходы на поширительные выплаты медицинских работников из бюджета всех уровней, а также средств НЦЗУ. Выплаты проводятся 7 коммунальным предприятиям, городская инфекционная больница, ГКБ-1-10-5, детская больница-3, роддом номер 2 и Центр неотложной медицинской помощи. Общая сумма выплат составила за 8 месяцев 78,3 миллиона гривен, из них за счет государственного бюджета субвенция за март и средства НЦЗУ 36,8 миллиона гривен, из областного бюджета 12,6 миллиона гривен, из бюджета города Одессы 28,9 миллиона гривен. За счет средств бюджета города организовано и проводится питание медицинских работников городской инфекционной больницы, городской больницы номер 5, которые оказывают помощь больным в особо опасных условиях коронавирусной болезни. С апреля месяца по настоящее время ежедневно получают бесплатное питание в среднем 245 медицинских работников инфекционной больницы, 46 сотрудников городской больницы номер 5, общая сумма расходов из бюджета города на эти цели составила 3,9 миллиона гривен. Также решен вопрос о питании сотрудников Центра неотложной помощи за счет меценатов «Ресторан Юг». Департаментом здравоохранения проведена работа по обеспечению смартфонами, для организации справочных номеров телефонов в отделении с госпитализацией на COVID-19, для предоставления круглосуточной информации родственникам о состоянии здоровья пациентов. 4 ноября справочные номера по учреждениям начнут круглосуточную работу. За прошедшую неделю имеются изменения в нормативно-правовой базе. 27 октября Министерством здравоохранения Украины издан приказ 2438, в котором внесены изменения в стандарты оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни. Внесены изменения и обязательные критерии госпитализации больных и действия бригад скорой помощи в ведении медицинской документации. Также внесены изменения в порядок действий врачей первичного звена и показания госпитализации в стационар. Госпитализация осуществляется после обследования больного, выявления у него признаков симптомов вирусного заболевания, изменения жизненных показателей, снижения сатурации менее 92%, признаков дыхательной недостаточности, отдышки, боли в грудной клетке и других признаков, которые свидетельствуют о критическом состоянии пациента. При отсутствии указанных симптомов принимается решение о передаче данных пациентов семейному врачу для дальнейшего амбулаторного лечения. Определены критерии пациентов считать неконтагиозными после 10 дней лечения при отрицательном результате ПЦР либо при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания на протяжении 3 дней, считая с 10 дня от начала проявления симптомов, без лабораторного обследования. Теперь допускается выписка пациента с положительным ПЦР COVID при отсутствии клинико-лабораторных признаков активного инфекционного процесса на амбулаторный этап под наблюдение семейного доктора в режиме самоизоляции. При условии занятости отделения помощи больным с COVID не менее чем на 50%. Неконтагенозных пациентов переводят другие отделения в соответствии с их диагнозом и требующим дальнейшего стационарного лечения. Продолжение следует...